В этом ролике я построю огромный храм и стану священником. Моей религией будет христианство, а конкретнее православие. Я попробую проводить богослужения, исповедания, читать молитвы и так далее. А добрые прихожане нашего храма будут всячески проявлять к этому интерес. Например, проводить террористические акты. Dark RP, одним словом. Также, если вы верующий, не воспринимайте данный ролик всерьез. Он шуточный и никакой цели оскорбить кого-то тут не было. А за идею такой отыгровки спасибо вот этому челику. Начинаем. Здравствуйте, господин мэр, очень красиво у вас тут. Вы мэр? Расстреляйте его. Господин мэр, мы бы хотели взять у вас разрешение, если такое возможно. Мы хотим получить лицензию на... Да какую лицензию? Лицензия не нужна. Господин мэр, мы возвели храм. Возвели храм православный. Действительно, можно отрывать выстрелы? Мэр, господи помилуй. Вы адекватный, господи. Послушайте, я не буду говорить в такой обстановке, тут везде стреляют, я лучше уйду отсюда. Охренеть, просто охренеть. В общем, лицензию мы опять получить не смогли. Храм построили возле спавна для того, чтобы больше игроков его посещало. Внутри есть две комнаты. Первая типа прихожая, с местом где можно купить свечки. Ну а вторая комната, это санзал. Тут имеются колонны, иконостас, кто не знает, это такая золотая стена из икон. А также куча места. Сюда можно и лавочки поставить, и места для свечек, и иконы, и много чего другого. Но прям сильно мы на внутренностях не концентрировались, ибо то, что есть, мы делали около трёх часов. Так как строили это на сервере, и нам постоянно кто-то мешал. Храм постоянно взрывали, а один раз его вообще удалил админ. Но так или иначе, мы смогли его закончить. Поэтому пора начинать. Сам Господь Бог, блин, полностью успрепятствует как постройке церкви, самого храма, так и хорошей отыгровки просто. В центральном православном храме будет проходить молитва. Приветствую вас, православные христиане. Начинается богослужение. О премудрости сокровища, всяку ведение и разумение исполнения Духа Святаго. Неумолима органи труба божественного возвещения нам велика закона Божия. Отче православный Максиме, сэне мы припадем тебе, Отче Боже, и выпьем усердно. Просвети, омраченные умы наши, на верующие волей на Божие, и на праве души наши. Наедешь одни заповеди Господи прележно, и в слове с ним Божия получится день и ночь. Достал большую свечку. Немножко прорвемся. Вы можете взять свечку всего лишь за 5 долларов. 10 долларов, 10 долларов. Извините, 10 долларов, 10 долларов. Возьмите, и сейчас продолжим. Куда дать вам? Деньги кидайте под трибун. О, гради устанаж от глаголов суетных, Речений луковых, Многостананий суетного, И мы же помимо прихалимся по чайнижам, Ставис на предания Божьих, И возле бомых превышится, Светания, Абсоли, Три гусей, Дамидовыих. О, thank you. Это мне! Это мне! Спасибо, спасибо за деньги, но, пожалуйста, можно это в отреве от службы делать? Хорошо. Пожалуйста, послушайте. Призрена аналичных пищи духовной, Абачием приступающей к трапезе премудрости Божия, Да и мы исполнимся видения заповедей Господних и разумения, Что есть право следовать стопам Божьим, Испресси на благословение Господне, Начущееся оправданием Его, И переведи мы с тобой перед лицей Божьим, Мужи, ты предстоял, Исполонь, яку, жие и прайши присями и святые мужи и жены до тобой разумения, Инасời ж ее пути священно Уставeda в своими войнати Бесконечно Света на насместного это Аминь, 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 аминь. Ты че жопой на нее остался, сел, блядь, сука. Убийство это страшный грех, Но здесь с жопой на эту штуку еще грешнее. А между тем, между молитвами хотелось бы сообщить, что вы можете купить у нас свечки, а также крестики и прочие приблудки. Как ты видишь, на службу пришло много людей. А с таким количеством людей, сосредоточенных в одной локации, сам понимаешь, что происходит. Вылезь, дегенерат. Нет. Тебя в бест селился чешо. Слушай, как тебя зовут? Подожди. Сын мой. Как тебя зовут, сын мой? Скажи. Как тебя зовут? Девочка. А, Чаплин, Чаплин, меня эту заебал. Ну я так и напишу на твоей могиле. Ты мне с чё, блин, ты чё творишь? Господи боже. Послушайте вы, миряне, вы все грешные. Вы все грешные, ведете себя как просто животные. Как вы вообще можете себя так вести? Вы крещеные, православные. Как вы себя так можете вести? Вы, будучи полицейским, такое себе позволяете возле иконостаса, перед иконой Святой Богородицы. Вы вообще адекватны или что? Я в твою почту, понятно, своим танцам. Съебись нахуй, картавая, шепелявая ты существо, блять. Ты нам всё церковь разъебал, блять. Блять, а что за хуйня? Все отковаться! Короче, как ты видишь, толпу в храме мы контролировать совершенно не можем. Поэтому я решил закрыть его и впускать людей по одному на исповедь. Проходим. Мы хотели исповедоваться, потому что сейчас как раз таки день исповедования, сейчас никакой у нас службы нет, поэтому мы всех и выгнали. Искупить грехи ещё надо. Тогда пройдёмте, пройдёмте. Накрыл мантий. Поцелуй Библию, сын мой. Наклонился и поцеловал Библию. Сын мой, рассказывай, что не так. Я в прошлом казино взорвал. Вы сейчас каетесь об этом? Вы понимаете, что вы натворили? Совесть мучает. А вы в полицию обращались? В плане, вы отсидели свой срок? Вы сидели в тюрьме за это деяние? Нет ещё. Лучшим способом отдать почести жертвам, вообще, очистить свою душу, это принять законное наказание. Отсидеть свой срок. Казино же это грех. Азартные игры грех. Но я уничтожил грешников. Мы все тут грешники. Все мы грешники. Но это не повод нам грешить дальше. Убивая, уничтожая, угнетая. Вы, во-первых, закапываете свою душу в ад. Во-вторых, лишаете жизни других людей, ни в чём невинных. Вы сейчас идёте и сдаётесь полиции. Это единственное. Ну, если, естественно, даёте нам за исповедование 2000 долларов, вы покупаете 200 свечек. Сколько надо? Сколько не жалко? Ну, минимум 2000. Я 50 тысяч пожертвовал, ещё могу. Господи боже, как много денег. Вот и перенёс в церковь. Спасибо, церковь. С удовольствием принимает данный платёж. Пожалуйста, люди, которые стоят в очереди, закройте рты, или вы сюда не попадёте никуда. Ясно. Блядь. Ну, будем на свежем воздухе, ближе к богу. Давайте, давайте, подходите. Я ворвала и нагрянь пивал просто так людей. Хотел пугать, пусть мучить. Да шо за говно, блядь. Чисток поломкал. Сделал меня шахидом. А почему вы решили исповедоваться? Вы хотите искупить свои грехи? Да, их. Ну смотри, мирянины, скупить грехи можно только одним способом. Сколько у тебя при себе кэша? У меня при себе 10 тысяч. Вечно зелёный мир. Накрыл голову мирянина мантией. Подошёл ближе. Шепчет. 100 тысяч на стол, и ты в раю. О, вы хороший человек. Я уже вижу, что ваша душа потихоньку очищается. Нам нужно ещё пару сеансов на нашей терапии, если вы понимаете. Поцелуйте Библию, она тут лежит. Поцеловал Библию. Спасибо большое. Мне прям на душе легче стало. И мне тоже. И мне. Церковь закрывается, она взорвалась. Да, у нас, блядь, крыши нахуй снесло. В прямом переносном смысле. Блядь, тут чисто колокол нахуй промило крышу, блядь. Смотри нахуй. Чисто купола, блядь. Кстати, мы смогли извлечь выгоду из этих подрывов. Мы решили собирать деньги на ремонт церкви. Послушайте, миряне, миряне, встаньте, пожалуйста, с икону Стаса. Постаньте оно туда, вниз. Смотрите, мы начинаем нашу службу. Начинаем нашу службу с молитвы, как всегда, Отче наш. Отче наш, ежеси на небеси, да светится имя твое, да прийдет царствие твое, да будет воля твоя, яку на небеси и на земле, хлеб наш наснущий, дашь нам несть, и остави нам долги наши, яку же мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в углу. Призошло? Блядь, сука. Пожалуйста, миряне, посмотрите на этот плакат, а теперь посмотрите на эту. Просто посмотрите на этот ужас. В общем, продолжим нашу службу. Послушайте, вы раз сюда пришли, то дайте денег. Зачем ты на стол залезли? Короче, где-то заебло, я к меру иду. Съебали нахуй. Короче, нас это изрядно подзаебало, и мы пошли к меру. Мы попросили у него место под новый храм, у нас был выбор между пустыней и канализацией. Мы выбрали первое. Церковь готова! Церковь готова! Итак, сейчас будет служба. Пожалуйста, все потише. В пустыне будет служба. Молитва преподобному Паисию. Выйдите, пожалуйста. Оружие не доставайте. Вы неадекват. Я щас, я щас, я щас с ума сойду, блядь. Неадекват. Он на оружие как бы немножечко на вас направлял. Он неадекват. Выйдите? Это очень неправильно. Выйди нахуй, сука, из церкви, блядь, долбарёб. Ты литов маски барибал. Ты шо материшься? Вышел. Вышел грешник. Вышел грешник. Сука. Пизде грешника. В общем, я начинаю службу. Мне этого надоело. О, преподобнее, богоноснее, отче Паисии, богодумный наставниче. Это просто пиздец. Ага, дин мэр, блядь. Он заебал, дай чужой. Вы совсем, что ли, наших два храма уничтожили по вашей вине? Потому что вы не можете остановить террористов. Вы поставили своих полицейских, они бездарные дебилы, нахуй. Мэра намыла, мэра намыла. Вы, походу, совсем, что ли, обезумели, мэр? Православную церковь не поддерживайте, денег не даете, не финансируете. Ничего, не защищайте, ничего. Это все из-за вас. Одолели нас эти дещерки из Амбреллы, блядь. Не дают построить храм. Не, ну давайте, я вам там сто тысяч и построить себе там, короче. Там, это в канализации. Там мы его и построили. Может, хотя бы там нас не будут терроризировать? Нет. В метро проходит служба по случаю нового храма. У нас закончились силы, понимаете? Просто, блядь, силы. Нас постоянно взрывали, нас постоянно пытались уничтожить. Мы не, мы не смогли, мы не устояли, значит, перед врагом, перед нашим противником, перед долбоебым. Вы знаете, мы как Моисей, он увел евреев с Египта, потому что, ну, невозможно было там жить. Потому что, потому что постоянно душили, душили, убивали, взрывали евреев. Они ушли. Раздвинул реки, великий Моисей, привел их в страну процветания. Пацаны, ну я надеюсь, у вас есть свободные 40 лет, потому что наш путь будет очень долгим. Только если вы запомните истины, описанные в Библии. Над вами его сияет свет, как над нами его сиял сейчас. Мы пережили два, нет, да, два террористические акта. Вообще их было около десяти, но я говорю в общем, о храмах. Мы пережили два уничтожения храма. Да, помню этот момент. Священник, можно вопрос? Да, конечно, задавайте свой вопрос. Можно понюхать смачную бебру? Вы что, совсем дурак? Ты придурок. У вас грех. Это смертная казнь, бьем его, смертная казнь, все. У вас еще больше грех, вы хотите убить его. Убийство это грех. Кто меня пизданул, блять? Блять, ебаные роты, заебали. Дьякон, что нам делать, блять? Опять убийство. Ну пиздец, нам нигде не спастись, нигде абсолютно нет нам спасения на этой планете. Мы построили три храма, и нигде мы не смогли нормально провести службу, что говорит о том, что Дарк РП самое богохульное и грешное место на земле. Возможно, даже хуже ада. Сила терпения вам, если захотите отыграть священника, и да пребудет с вами Богу. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пиши свои идеи в комментарии. И спасибо за просмотр.